Всем добро пожаловать! Мы будем продолжать, продолжим Шиур Тура, воспитание детей По какой дороге? Потому что вся вещь, когда мы воспитаем детей Это продолжение нашей Шиура Когда мы воспитаем детей Мы можем нахад Спокойствие в жизни получить И все это берется, вкладывается с маленьких лет Мы сейчас продолжим в Турат Мишле Мишле царь Соломон такую вещь говорит А Турат не кнет бы мовах дворим Тура, она покупается 48 частей в Туре Как мы себя должны вести Покупается не дело так Что покупается, что мы пришли Деньги отдали и мы купили Каждый человек, который отвозит своих детей Берет своих детей В Туму Тура Мало они в Ешиву идут За пределы Ешивы В субботу родители, папа особенно Детей должен воспитать Мама с двух сторон Папа ему должен Тельмот это Тура Хумаш Это наша Тура Тура Неви им, пророки Ктувим Райтингс, писанина Все эти вещи мы должны Тихо-тихо Шлавле-шлав По ребенку пониманию И understanding Как он будет это понимать Мы должны это ребенку показать Потом у человека есть Тиква Охоп Надежда Что с этим ребенком будет Если мы сколько будем Детей вкладывать Чем больше мы будем Детей вкладывать Чем больше мы будем От них получать Это не всегда Но в основном это так Шенамар Ясер бинха Ки есть тиква Воомар Раби Ишмаэль Ясруху бедеврет Ора Кедэ шиет 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 Сли Хэху Медина Шен гейном Лаатид Лаву Раби Ишмаэль Такую вещь говорит Каждый Родитель Своих детей Учит Туру Учит Митсвот Маасинтовин Учит Дерех Эрец Он этого Своего ребенка Освобождает От гейнома Гейнома Это от ада Как написано Что у маленького ребенка В сердце Уже была программирована Кишура Он соединен С ребенком Сердцем Что он должен Тоже изучать Мы только должны Сделать Активейт Активейт Это включить Это А включать Мы будем Когда мы будем Вкладывать Вот Тора Даже у них В жизни будут Проблемы Они знают Как эти проблемы Перейти Спокойствием Не беспокойствие Потому что Постоянно у нас Есть Беспокойствие Город Если нет Если нет Говорит Говорит Он будет Получать Человек Если Не дай бог С маленьких лет Его не научили Он должен Вырасти Научиться Через трудную дорогу, через трудную вещь в жизни, не дай Бог, он будет получать молкот. Дама митла лахакима барамиза лештая ба игров. Им захадам хари шевта шила Тора ва им ло хари шевет молкот. Китейв ханух. Ханух ленаар ал пи дарко. Каждый ребенок. Ханух ханаар ленаар ал пи дарко. Каждый ребенок, не каждый ребенок сразу может изучать все. Есть дети, чуть мозгами они слабые. Это не дай Бог не сказать, что они плохие и что они надсексесфул. Нет. Вся наша, в нашем еврейском народе, почему мы исправляем каждый год хануку? Каждый год хануку мы исправляем один из вещей, потому что греки в нас поставили, в наши души, в наши тела, они нам сказали такую вещь. В греческом society, популяции, если человек, он не сильный, если человек, он не богатый, если он человек, не умный, его, не дай Бог, надо в мусорку выкинуть. Все это негодный человек. Из-за этого каждый год мы исправляем хануку, то, что у нас внутри такая свечка, она зажигается. И постоянно мы масло должны в эту свечку ставить. Масло и татура. Значит, в тот момент, когда мы хануку исправляем каждый год, вот это, чтобы греческие силы, греческая негативность, если человек не богатый, если человек не умный, ребенок, значит, не дай Бог, он плохой ребенок. Нет. Каждый ребенок, у него есть свое внимание. А внимание мы должны давать каждому ребенку. Это смотря на детей. Человек, когда мы вкладываем в детей с маленьких лет, когда он постареет, старый станет, он никогда от этого не уйдет, то, что ему вкладывали этого ребенка. Как часто мы говорим сами себе, родителям, что смотрите, мы, мы, то, что меня мама научила, то, что меня папа научила, худорах маткуна, то, что люди говорят, их не на дедушки, прадедушки, то, что их научили, их не на слова. Почему они повторяют их не на слова? Потому что с маленьких лет в них программировали. Здесь написано, что не может родителей слишком pressure давить на ребенка. А что такое называется pressure давить на ребенка? Мы должны посмотреть, сколько ребенок сможет на себя взять, сколько и постоянно на него добавлять и добавлять. Мы не можем слишком много на него добавить. Раби Илезер говорит такую вещь, если мы с маленьких лет будем детям вкладывать, будем им воспитать, пока он не станет чуть-чуть ему 17-18, он сам пойдет по этой дороге. Он Ничего, мы ему тихо-тихо учим. Первый день мы ему показываем поле. На второй день мы ставим на него весы, чтобы он мог это поле плав сделать. На третий день мы говорим, ты должен уже больше и больше работать, показать. Также это маленький ребенок. Если он вырастет, и ему Тору не показали, что вы думаете, он когда вырастет будет? Многие ошибки, многие хатаим, грехов. Пока он вырастет, и ему очень будет трудно, чтобы прийти и зайти в колью. Пока ребенок, он молодой, он маленький, он враг. Он очень, он очень почти что бессилый. А когда он выращивается, он каше, он сильно встает. Когда он сильный, его очень трудно поменять, этого человека. Как написано? Мусар. Не давай дитям мусар. Не говори, они сами вырастут. Их школа вырастет, их учитель вырастет, их моя папа, мама вырастет. Нет. Не делай, чтобы маленький ребенок сам по себе рос, и чтобы он ходил по своей дороге. Не надо это делать. Это большая ошибка. Мы никогда никого не рассуждаем. У нас в общине и в других общинах очень маленькие дети, маленькие младенцы, маленькие тинейджеры, молодые умирают в ранном возрасте, умирают от наркотиков, от депрессии, суицид, не дай Бог, сами себя вешают. Отчего это проходит? Да, никто не может гарантию, никто не может кого-то рассуждать. Но если здесь мы будем слушать гадуллим, гадуллим этих наших мудрецов, как они нам говорят, мы если сделаем это, мы израдашим всех на благословение. Ашема благословением. Нам Ашем покажет дорогу. Из-за этого, когда мы проходим в синагогу или дома сидим, мы детям сразу даем бесплатным бебиситтер, это телефон, и когда телефон он берет в руку, он постоянно играет игры, и мозги у него не работают. И он постоянно pay attention to эти игры, disturbing, это его очень мозги делают конфьюз, и он не знает, какую дорогу. И самая красивая, самая лучшая вещь, ребенку отдать телефон, не дай бог, и постоянно, чтобы он был бесплатным бебиситтер. И разные, в сайт он может зайти, потом мы говорим, почему и зачем, и потому что можем мы вкладывать детей, надо время, надо patience, надо совланут, каждый человек, который дает своему сыну мусор, своей дочке мусор, пять минут, десять минут, этика, такой ребенок никогда не умрет, он всегда, леолам ваеет, будет жить. Атаба шевет, акину навшо, мишол тацил, каждый человек, который своих детей спасает, он спасает их, от генома, он спасает от сети, которые в сети, гуимский, аудлук, на нас, на шпия. Шевет ватохад и тен хохма, шевет ватохахад и тен хохма, каждый ребенок, который берет хохма, мудрость, мусор, он говорит, он будет сам себя тихо-тихо исправлять, да, за один день это не станет, да, за неделю это не станет, за месяц это не станет, берется все время, время. Вонарь мушлах мвиш иму, раши, вишам двор лимуэль лималэх маза, ашер иссарто иму, ма бери, ма бери битни, амар багемара, написано, Деври лимуэль лималэх маза, ашер иссарто иму, миламед шев, шекапато иму, лишлому амалэх, ала амуд, ваамру лу, написано масэхет санедрени, втамуд и нашим, симзисияты стреницы, амуд бед, миламед, мы учимся от царь Соломона мамы, царь Соломона мама, она сказала, зачем я тебя таскала в своей животе, зачем я тебя породила в этот мир, чтоб ты ходил, кайфовал, гулял, нет, что она сделала, царь Соломон, самый умный человек в мире, хахам, миколь, а адам, что же царь Соломона мама сделала, ла мэлех ала амуд, она его завязала на палку, и начала его тапочкой, некоторые говорят, туфлями его пить, ма бери, ма битни, она говорит, чё мой сын, чё мой живот, айен шау дыхти, я сэр бин хави, вини хэха, ви тэн ма аданим линавшэха, каждый человек, который воспитает своих детей, по правильной дороге воспитает, некоторые из нас воспитания, калыч мы посылаем, калыч может посылать, чтоб калыч был религиозный, они могут быть доктора, профессора, но не дай бог, если они вкрут в калыч, этот калыч, ассимиляция, ассимиляция самая большая, и человек не знает, нет, они чтоб были educated, чтоб они были умные, но когда они стоят умные, от детей, от родителей, что делают? отстерегаются, отдаляются, а мы говорим, нет, это все правильно, как мы делаем, потом, сами себе, не дай бог, локти кусаем, потом виним всех остальных, родственных, близких, первая вещь, виним рабаев, мудрецов нашего времени, почему нам рабаи не сказали, а ты пришел, спросил, прежде чем, когда ты поставил своих детей, в паблик скул, прежде чем, поставил детей, в калыш, ты пришел, спросил, нет, не спросил, а как ты хочешь, чтоб исправили проблему, если она корни уже впустила, когда ребенок маленький, царь Соломон говорит, когда дети, они маленькие, у родителей в руках, но когда они уже на улицу вышли, уже их невозможно контролировать, Машаля Немчан, говорится, когда стрелы, у человека в руках, они его в руках, но когда он стрелы, кидает и шуцает, и он стреляет стрелами, стрелы, они из его рук уходят, в разные дороги, так же и маленький ребенок, когда он маленький, мы можем его контролировать, мы можем воспитать, но когда он уже в возрасте, уже молодежи, их вообще вообще невозможно контролировать, мне вчера послали фотографии, тмуна, что в этом фотографии, маленькие дети у родителей спрашивают, родители на телефоне, нет для нас, для детей, времени, но когда дети выращивают, родители бегут за детьми, дети говорят, у нас нет времени, он на телефоне, что мы отсюда учимся, что каждому человеку, которому мы даем, мусар, этика, хинух, воспитание, воспитание по Торе, есть много очень книг, на русском, на английском, на еврейском, про воспитание, давайте прочитаем, давайте начнем работать вместе, он говорит, здесь есть такая вещь, каждый человек, который дает своему сыну мусар, этика, он говорит, он пополняет его душу, его душа от этого кайфует, его душа от этого имеет удовольствие, написано в Масехет Макот, восьмая страница, Амуд Бет, написано, даже мы научим одну митцву своему сыну, одну митцву своей дочке, что мы сможем сделать, он может с этим жить, и может продолжать жить, Он говорит, даже ребенок, он очень умный, он быстро изучает, он быстро грасп, он быстро принимает, надо постоянно добавлять ребенку, не сказать, он умный, все, он по себе пускай идет, нет, как написано в Берешите, Адамгу, это саде, человек, он как дерево, посадили, плентисит, мы поставили, зерно в землю, оно выходит в дерево, вокруг дерева, собираются травки, всегда его должны, мы что делать, нервиш, всегда мы должны воду добавлять, всегда следить, чтобы никто не пришел, другой не порезал это дерево, чтобы дамидж не сделал, также это ребенок, с маленьких лет, даже его хорошо, красиво изучает, постоянно на него должны, ничего добавлять, написано в Ильяу Ханави, Илья Ханави рассказывает, такую историю, что сын и папа ходили в синагогу вместе, постоянно, каждый раз, когда папа и сын ходили в синагогу, Ильяу на ве это гласит. Он говорит, другие люди отвечали Амин. Отвечали Аллилуйя. Они что делали? Хвалили Бога. А его сын что говорил? Плохие вещи. Матерился внутри синагоги, когда все отвечали. Его отец ему не говорил ничего. Но мы скажем, его силы не было. Они говорят, воспитай своего сына по правильной дороге. Давайте, пожалуйста. А если, не дай Бог, нам кто-то скажет что-то про наших детей, мы, не дай Бог, сразу начинаем чего? Ругаться и драться. Папа сказал такую вещь. Что я могу сделать? Он маленький ребенок еще. Он еще вырастет, поймет. Он обратно, это ребенок играет, обратно такую же вещь. Все Амин, Аллилуйя отвечают. Это, не дай Бог, ребенок матерится. И папа ничего не говорил этому своему сыну. Он говорит, не вышло. Он прошел год, два, три, пока выросли, еще не доросли. Не дай Бог, Аллихем, Алкуламу Исраил. 15 людей умерло у него дома. Это мы говорим не его родители, его дети, его дочка, его сын. Два сына у него только остались у этого папы. Один был слепой и не мог ходить, второй был шоте. Шоте это, который не до умный, вороша, злодей. От чего мы учимся? Когда мы говорим, постоянно мы это слышим, он еще маленький, у него еще есть время воспитать его. Нету такой вещи. Сейчас мы услышали историю от Илья Уханови. Сколько человек должен работать над своими детьми. То, что он говорит, а он матерится, а он еще маленький. Вот эта маленькость, то, что мы чем больше целуем, это самая большая опасная вещь. Я не говорю, чтобы мы детей не целовали. Когда они, дай Бог, у них, мы их целуем, мы больше им даем чего, повод, чтобы они нас контролировали и не брали наш мусор. Мусор, это нашу этику. Ехать, что я митхарет, ацмо, что не корал, и не шана. Шуба, масса, ехать, что я митхарет, по ацмо, что не корал, и не шана. Один, болчува, он никогда не изучал. Никогда не читал. Пам ехать, я имею в виду, он был в бит-кнессет. Один, он говорит, я сидел в бит-кнессете, стоял в синагоге. Он и этот мужик, который не читал, и не писал, и не знал как изучать. Кема, шеагия, шалих, цибуле, кудушат Ашем, хагбио, от Томин, бен, адам, от кулу, в Ана, охара, в баку, рам, кудушат Ашем. Он говорит, вот этот, который болчува, пришел, и он начал, кадош, 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 сильно кричать, орать, со своим всем голосом. Все на него посмотрели. Почему он так кричит и орут? Это ненормально. Он говорит, мой сынок, дорогой, почему ты так сильно кричал, кадош, кадош, кадош? Он говорит, даже я не читал своей жизни, даже я не занимался своей жизнью. Элла, ахшав, шани, шенатати ли ришут, сейчас говорится, японию, какую я ошибку сделал. Я ошиб меня благословил, дау мне разрешение. Акбиха, от кулево, от нуха, айлай, напши. Он говорит, моя душа, начи урадоваться, когда я начиу говорить, кадош, кадош. Говорится, этот мужчина, молодой человек, жив в Вавилоне. Когда он ответил, кадош, 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 он поменял свои действия, он алиязил, мы в Вавилоне, поехал Эрец Исраэль. Говорится, его сделали там один из богатых человеков он стал, его дети все изучали Тору. Он столько денег оставил на все поколение. Это человек, который балчула. Человек осторожным должен быть, чтобы детей сильно не бить. Времени по времени сильно не бить. Иногда приходят мужчины, мама, папа, женщина. Плачут. Они иногда сильно детей бьют. И дети делают номер один, номер два в штанах. Человек должен быть осторожным быть, потому что, как мы знаем, Рабхайм Каневский говорит, что это в наше поколение почти что вещи не делать. Рабхайм Валожин, это Вилна Гауна, ученик, он говорит, да, в том, 200 лет назад, это нам позволяло делать такие вещи. Сейчас в наше время, чем минимально, чем минимум лучше. Кантуба Баба Батра, мама, хит ли инуко, ты лот имхе, элла Барката. Ты мисна. Пируш Раши, в ручу, ченнанаман, мина алим, мина алим, клюмар, макакала, шелло юзак. Он говорит, возьмите, Раши, написано Баба Батра, 21 страница. Если ребенка хочешь бить, он говорит, побей с чем, от туфлей возьми, лейс, возьми лейс и его побей. Что такое лейс? Лейсап, это называется, что у него должно быть такая тоненькая веревка, если человек хочет это сделать. Это Раши говорит. Векен катава Рамба в перегбет таму Тора. Макеута, миламет, латил альхем има. Вино макеута, макат, ойев ахзари. Рамба, ильхот, таму Тора. Пишет такой вещь. Если миламет, учитель, хочет побить своего ученика, не за то, что он хочет побить, за то, что он хочет быть ахзари, что он хочет побить ойев, когда это его enemy. Нет, чтобы они чуть-чуть боялись, прибазивались этого учителя. Не дай Бог, чтобы палки человек не бил своих детей. Если он хочет, как мы сказали, шнурок от туфлей, шнурок взял, шнурком побил, а шнурком не чувствуется. Из-за этого мы должны часто это не делать, не должны использовать своими руками. Это легко на языках говорить, это надо практиковаться, потому что то, что мы сегодня вкладываем детей, это завтра у них будет эффект на всю их жизнь. Написано в наших мудрых книгах, чтобы человек не бил своих детей, когда он злой. Не бить детей, когда мы злые. От этого он ничего не выиграет, то, что он будет бить своих детей, когда человек злой. Его сын или дочка научится только как быть злой, не быть, как учить. Как человек успокоится, чуть-чуть потушки, ударить, чуть-чуть, не сказали много. Человек должен учиться как не быть angry, злым. Даже мы должны злиться на некоторые вещи. И мы должны, он говорит. Он говорит, если мы хотим, чтобы дети, дочка, сын, жена дома находятся, если мы хотим, чтобы они нас чуть прибоялись, так же говорится, если в синагогах, цибур, конгургейшин, или человек хочет парнасом быть, он дает парнаса людям. Он говорит, около них он должен показывать, как бы он злится. Это очень тонкий тапик. Почему? Потому что, чтобы человеку показать, это очень трудно, он должен над собой очень много работать. Но когда он послился на своих детей, на свою жену, сам по себе он должен быть спокойным быть после этого. Каждый человек делает, как будто он злится, злой, а на самом деле он не злой. Вот такой должен быть человек. человек. Ад к к лошену, в хазон ищ эмуна бит охон. Хазон ищ такой вещь говорит. людям воспитание и детям воспитание он должен быть больше воспитания в два раза больше чем все остальные. Кашир ми асэр аль талмидо ми битуй газ виза катору гэс ала авэль ашир аса ми тарев ка ра битов он говорит каждый который миламит каждый который учитель каждый который рабай каждый который мудрец он начинает учить и и он неправильно учит что такое неправильно учит газ в закат он кричит ароют он говорит он смешивает хорошим с плохим вместе он говорит этот ребенок будет повторять этого миламит этого учителя как быть как этот учитель потому что как мы сказали что ребенок как губка так же говорится маленький ребенок смотря какие у них учителя а кто из нас смотрит кто у нас учителя в школах чем они занимаются как они учат это почти нам ничего не интересует мы пошли контракт записали кто учитель да вот он и рач и борода если у него кипа все все хорошо все нормально в многих школах я был многих еще в их своей жизни многих видел кто как какой учитель очень трудно в школе выбирать учителей очень трудно чтобы учител у него было ира чем мая есть да есть надо искать а искать мы возьмем мы говорим эту школу эту это лучшая школа это меньшая школа в каждой школе есть свои плюсы и минусы в каждом доме есть свои плюсы и минусы из-за этого человек самая лучшая вещь мы породили мы должны сами вкладывать никто не будет за нас вкладывать ни учитель ни принцип не тот мудрец который находится в синагоге сами мы у нас наши дети породили в них мы должны вкладывать а вкладывать это очень трудно я повторяю почему потому что когда мы вкладываем мы кобла отчаду назад нам ничего от этого выгоды нету это неправильно почему потому что если мы хотим что-то отчета отчада от него выгода была это будет когда они вырастут поверьте меня сейчас у нас происходит очень очень много проблем в нашей общении потому что мы должны вкладывать часто мы видим что люди не идут на той дороге с маленьких лет очень трудно почему потому что родители мы понимаем что особенно после ковида столько людей потеряли работу бегают за пар носа но все равно не должны сдаваться потому что они наше будущее а в будущее мы должны вкладывать без перерыва без скоростного в день это сто процентов это очень хорошо но сколько мы тоже в действии эти вещи демоны которые мы изучаем из-за этого написано как они как они ведут чем они изучают каждый воспитатель каждый учитель каждый родитель он должен сам себя воспитать мы сами себя должны воспитать если ребенок он мы учим что-то делать мы сами должны быть perfect мы сами должны сто процентов это делать а не может ребенок одну вещь мы делаем говорим на телефоне не быть сами постоянно на телефоне говорим не материться сами материмся говорим не обманывать сами обманываем говорить не воровать сами воруем это все эффект идет на детей и мы должны это понять как в Шлума Мелехи написано Царь Соломоне когда мы приходим к воде у нас если есть хьюх если мы улыбаемся вода улыбается назад наш имидж а если мы сядь если мы вне настроения вода также также человека сердце к детям или к другим людям сядь м сядь Руфуаданевши, руфуадагов, Браха, Баруха, Падмазал, Энна, Рафанала, пожалуйста, молите за нее, Шопана, Байзра, Дашем, Вылечивай свои детей, Женивай замуж, Адала, Шо ад ми-20, шоп жила, Бамецвот Тора, Хупа, Мецвот Маасим Товим, Вегам, мы скажем, Всем, Абрахам, Алеви, Бен Мира, Иву Мишпаха, Бараха, Ацлаха, Сосон, Всемха, Вхень, Ирацон, Веномар, Амен. Это шиуры, воспитания, Пожалуйста, давайте продолжим, давайте все как комьюнити, как община соберемся и будем воспитать, и будем читать, и будем правильно вкладывать. Если мы сами не знаем, позвоните мудрецам в своих синагогах, сделайте программы, сделайте по субботам, воскресеньям, чтобы дети просто так не ходили, особенно летом. Спасибо вам большое, спасибо за внимание.